Поприветствуйте второе пришествие карт Google на iOS. Картографическое приложение таки было одобрено модераторами App Store, и мы с вами уже готовимся посмотреть на то, что нам может предложить поисковый гигант. С вами Илья Казаков, и теперь с Google Maps для iPhone мы точно не потеряемся. Карты Google появились в App Store буквально только что, и наверняка те, кого не устраивали карты Apple в iOS, вздохнут с облегчением. На данный момент карты Google в крупных городах значительно превосходят разработку Apple в детализированности и объеме представляемой информации. На главном экране отображается минимум информации сверху, только строка поиска, из которой мы можем задать маршрут движения пешком, на автомобиле или на общественном транспорте, и заодно перейти в свой профиль Google. А внизу две кнопки, возврат карты на текущее местоположение и настройки, которых, кстати, совсем немного. Пробки общественный транспорт, переключение вида карты на режим спутник, и ссылка на приложение Google Земля, который из русского App Store вы не скачаете даже при очень большом желании. Давайте попробуем воспользоваться навигацией, так как в Google Maps есть такая функция. Допустим, нас интересует Burger King поблизости. Вбиваем нужный запрос в строку поиска и получаем уйму результатов. Можно выбрать любой, который нравится больше. Далее можно посмотреть отзывы посетителей, позвонить, правда, зачем звонить в Burger King, я ума не приложу. Можно добавить в избранное и рассказать друзьям о том, что вы любите нездоровую пищу. В наличии есть и возможность просмотра улиц, стрит-вью. Будет очень удобно и полезно при ориентировании в незнакомой части города, так как можно прокрутить карту, приблизить или отдалить камеру, и даже пройтись по намечающемуся маршруту, чтобы потом не потеряться. А затем уже можно и переходить к построению маршрута. Давайте сходим пешком на Красную площадь. Для этого снова вбиваем искомое в строке поиска. После этого приложение предложит нам несколько вариантов маршрута. Каждый из них можно увидеть на карте и определиться с тем, какой будет удобнее. В нашем случае оба маршрута не сказать, что очень удобные, поэтому выберем тот, который займет меньше времени. В правом нижнем углу будет кнопка «Маршрут». Она переведет вас в режим пошаговой навигации. В описании в App Store написано, что навигация сопровождается голосовыми подсказками. Мне же их услышать не удалось. Возможно, что эта функция доступна только на английском языке. Как вы видите, приложение заметно изменилось с тех пор, как Apple выперла Google Maps из своей операционной системы. И стоит отметить, что изменилось только в лучшую сторону. Взять хотя бы новый интерфейс. Он выглядит очень здорово, и пользоваться им одно удовольствие. Да и скорость и удобство работы с новыми картами тоже стоит отметить. В общем и целом, явно заметно, что Google проделали огромную работу над своим приложением. Настолько огромную, что оно даже превзошло свой аналог на Android. Действительно, iOS-версия карт выглядит куда круче, чем на зеленом роботе. Так что, если вас не устраивают Яндекс.Карты или карты от Apple, то вперед в App Store загружать бесплатные Google Maps на свой iPhone. Для iPad приложение пока недоступно, но будем надеяться, что в скором времени Google этот недостаток исправит, как и было с приложением YouTube. А на этом все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте большие пальцы вверх, и, конечно, оставайтесь с нами на appleinsider.ru. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok